Итак, ребята, здравствуйте! С вами Валерий Болсиновский. Мы продолжаем с вами говорить о том, что есть крутой код. Напомню, кто начал с этого видео. Есть плейлист на YouTube крутой Python 1, потому что видно будут и другие. И здесь есть серия видео, где мы рассматриваем, как писать крутой код. Зачем я это делаю? Конечно же, за 2 секунды вы не научитесь. Но я это делаю, в принципе, для участников школы и для тех, кто хочет стать программистом, реально стать программистом. Так вот, чтобы понимать код, к которому стремиться, надо по крайней мере его увидеть. И мы выбрали класс Windows Z, выбрали конструкцию Mutable Z и рассматриваем этот код. Какие цели мы преследуем? Мы преследуем, чтобы начать хотя бы понять, что надо смотреть на блоки кода, что надо понимать смысл и так далее. В данном видео мы уже начали смотреть код, да, в предыдущих видео. А здесь давайте попробуем совместить в голове один из методов системы работы с кодом. В предыдущих видео я говорил, что это такое. Так вот, это работа с документацией и с исходным кодом. Сразу напомню, для тех, кому интересно, школа spb-tut.ru. На курсе Жанга мы практически работаем с кодом, с исходным кодом, с системой работы с кодом. Системой работы с кодом. Здесь есть, Жанга 4 пишем сайт с нуля, сайт сложный, мы уже применяем Python. И первое видео, какой сайт. Ну что ж, так как у меня есть своя методика, поэтому будем заниматься по ней. Но прежде давайте прочитаем, мы будем работаем в BV. Значит, смотрите, что пишет Russell Kate Maggi. Это один из ведущих разработчиков Жанга. В авторитете Жанга не стоит сомневаться, согласны. Питон зарекомендовал себя как высокопроизводительный язык, доступный для новичков, но мощный в руках экспертов. Почему бы не использовать его везде? Где вам нужно сказать? Данный парень, данный человек, он пишет на любых языках программирования. C++, Java, но любит Python. И вот этот код является крутым. Почему этот код крутой? Давайте хотя бы, прежде чем перейти к нашей теме вопроса, то есть реализовать эти API, которые описываются. А здесь у нас API создание окна. Кроме этого, как раз познакомитесь с множествами, которые все упускают. Увидите, как их используют. В этих уроках имею я ввиду. Ситуация аховая. Если взять программистов до 4 лет, большинство из них придут, я знаю, что такое init. Другого я не знаю. Этот код крутой, потому что при минимум количестве строк полностью выполняется то, что нам нужно. То есть добавление окна. Код минимальный. То есть только то, что нужно. При этом каждое все на своем месте. Дальше будем разбирать. Для того, чтобы более понять, посмотрите с первого видео. А вот это видео, оно без номера, как вы видите. Здесь способ изучения языка от новичка к профессионала. Лучше быть в школе, работать в группе. Что даст моя школа, в отличие от других, это понимание, как изучать языки. И мы больше говорим о профессионалах. Значит, смотрите. Еще раз говорю цель. Так как в школе мы изучаем объектно-ориентированное программирование, то надо, чтобы ребята видели, к какому коду стремиться. Итак, погнали. Сегодня мы с вами, так как мы уже начали рассматривать этот код, сегодня нам надо посмотреть, что получается из этого кода на практике. То есть будем работать с ТОГО, создавать приложение. Что такое ТОГО? ТОГО это проект, смысл которого вы пишете, допустим, одно десктопное приложение, а потом при помощи библиотеки портфель превращаете это в код в мобильное приложение, в веб-сайт. И у вас получается один код, а приложение разное. Десктопное, мобильное, значит, и веб-сайт. Очень круто, да, согласитесь. Библиотека работает очень быстро. Russell Kate Maggi не брал готовые, значит, API, именно самих виджетов, а сделал их на C++ с нуля. А уже управление идет при помощи Python. Поэтому библиотека работает архи-быстро. Кроме этого, как мы видим, как мы увидим, везде используется сразу доступ к памяти. То есть начинается все с сельф. Вот таким способом мы будем писать. Сначала поймем, есть очень крутая вещь. Зайдем в документацию. Вот документация. Нас интересует что? Так как мы сейчас разговариваем о окне, обращаю внимание, по ТОГО тоже у меня есть бесплатные уроки. Здесь найти ТОГО БИВЭ. То есть там больше мы говорим о том, как работать с ТОГО. ТОГО БИВЭ. А здесь я уже не буду объяснять, потому что наша задача это окно. То есть мы будем как бы писать быстро. Итак, понятно, что если мы говорим о добавлении окна, то нам надо виндов, да, окно. При этом мы видим справа, справа, то, что хотелось бы увидеть. Вот прямо в коде у нас есть, да, добавление окна. Мы видим ап виндов, аэт метод, да, ТОГО ВИНДОВ и дальше. Или ап виндов плюс равно, или ТОГО ВИНДОВ, то есть автоматом, виндов ап. То есть мы видим сами методы. Давайте мы посмотрим теперь там, где мы были, виндов ап. Вот она, да, вот это вот та самая команда. ТОТСАМЫЙ МЕТОД. Откроем вообще документацию. Если мы хотим быть программистами, то есть прекраснейший метод. Это работа с документацией в сумме с исходным кодом. Когда мы хотим добавить окно, мы могли бы почитать исходный код. Кстати, в школе в документации мы делаем так постоянно в работе с проектом Джанго, потому что это все ставит на свои места. Вопрос в другом. Вопрос в другом, что в большинстве своем ребята боятся исходного кода, так как они говорят, как мы там ничего не понимаем. Так приходите в школу Бовсуновского. Чего там телиться? Занимайтесь, занимайтесь на курсах, занимайтесь, пожалуйста. Школа Бовсуновского вам даст понимание, как правильно изучить язык. Научитесь работать со многим. Будете смотреть то, что ребята пишут в группе. Да, ведь ребята работают в группе. Вот делайте, как они, делайте сами. Все, поехали. Итак. Значит-то, давайте мы писать код, и кое-что вы, то, кто никогда не писал, уловит стога. Теперь, я не буду сейчас делать, вот в раздел подготовка, кстати, для тех, кто пользуется, вот сюда надо нажимать, тогда отсюда будет выезжать меню. В шестом разделе, здесь есть, ставим виртуальный в, виртуальный в раб. То есть, у меня оно установлено, поэтому вам надо виртуальное окружение. Здесь я не буду учить, понял, где найти на Linux. Итак, я сейчас единственное, что сделаю, это открою приложение свое. Назвал я его Togo AdWindow. Открываю терминали. То, что я вам показывал, в Workon, установка виртуального окружения, я только объясню немножко для новичков. Когда вы сделаете все, как в уроках, то есть, вот здесь, то будете управлять при помощи команды Workon создание там другая команда, которая есть в уроке. И мы видим все виртуальные окружения. Чем это удобно, такое расположение, что у вас все виртуальные окружения будут в одной директории. При этом, совершенно неважно, с какого места, вы вызываете. Вам надо ввести команду Workon. Устанавливать Togo я не буду, так как оно стоит. Но, допустим, представишь, чтобы имели представление, пока буду рассказывать начало, так как могут новички быть, то скажу. Вот у нас в любой документации есть значит, старт. У меня было проще. так. Здесь есть начало, то есть Togo Demo. Мы его пропускаем. Сейчас написано, как обновлять все и дальше просто выполняем вот эти команды. Тесты и все прочее здесь есть. Нам, если Demo не надо, то мы просто установим Togo. Но оно у меня уже установлено. Сначала я активирую виртуальное окружение. У меня есть такое Togo ENV. Дальше я могу установить. Да, оно у меня установлено. У вас установится. Виртуальное окружение можно воспринимать как директорию отдельную, как контейнер. Иными словами, зачем это нужно? Мы можем дать виртуальному окружению определенное имя. На компьютере это будет выглядеть как обычная папка. Кроме этого, например, мы делаем Django проект. Мы там можем установить определенную версию Python, определенную версию Django и определенный набор библиотек. В другом виртуальном окружении мы можем также установить то, что нам надо. Например, в данном случае в виртуальном окружении Togo у меня установлено только Togo и Python. То есть больше ничего не надо. Поэтому когда я работаю с Togo я открываю это окружение. я чего-то буду добавлять к Togo, допустим, реализацию через как Web после этого, то я сюда устанавливаю Django и так далее. Но я понимаю, что я здесь работаю с Togo. Допустим, допустим, практика Django тест ENV это у меня тестовый проект, который мы делаем вместе со школой, а уже практика Django это у меня проект, который мы чистовой делаем со школой. Обратите внимание, научитесь делать так, чтобы не запутаться. Если у вас называется проект, например, практика Django, то и он долговременный, сейчас видео я пишу, оно будет отличаться от названия, то называйте виртуальное окружение так же, как называется проект. Единственное, вы добавляете, как правило, чтобы быть узнаваем, ENV, E с большой буквы. ENV он будет говорить, что это виртуальное окружение. И так вы никогда не запутаетесь. Поэтому мне не надо думать. Я четко понимаю, если я работаю в Django с практикой Жанго, то мне надо открыть именно это ENV. Поняли, да? Вот коротко так. Значит, дальше я могу открыть любую среду разработка, в данном случае это VSTUDIO CODEX. Я открываю этот проект, открыть папку, нахожу где находится мой проект, я это помню, у меня есть Togo, вот наш Windows. После этого мне надо добавить абсолютно любой файл. В любом случае, в данном, да, я добавлю файл, который нам необходим. При написании любого приложения должен быть файл init, да, чтобы работало все как модули init.py. Единственное, я сейчас копирую, я сейчас посмотрю, что надо сделать. Единственное, в данном случае, init я не оставлю пустым, а добавлю себя, если я хочу работать, то все версии, да, с которыми я могу работать. сейчас я не смотрел даже версию, какая сейчас стоит, но просто, чтобы имели ввиду, что можно делать и так. Второй файл, который я сейчас добавлю, это файл by для запускного приложения, чтобы он еще читался глобально. То есть, что я делаю, я from window app а стоп, мне это сейчас не надо, хотя я мог бы это сделать, оно будет и так работать, поэтому в принципе, когда вы будете тренироваться, если да, не буду я вас сейчас путать, поэтому пока мы вообще оставим его пустым, все равно будем файлы писать. Теперь я могу создать файл, когда я только создал файлы python, то vstudio прочитала, я нахожу внизу python и нажимаю на него, после этого мне надо выбрать интерпретатор, то есть я выбираю то виртуальное окружение, которое я хотел, где у меня есть тогу установок, тогу nv теперь я могу создать терминал и у меня будет активировано это виртуальное окружение теперь я могу создать файл, которым мы будем писать наше приложение, я назову его app.py и мы начинаем писать, сначала давайте рассуждать, вот это я пока позакрываю, оно мне не нужно и так для того, чтобы лучше понять это я сейчас знаю вы можете не знать да конечно я могу обратиться к учебнику но потом когда я перехожу к документации api и меня сейчас интересует windows я открываю windows справа в данном случае в документации справа так вот так сделать аллатес версион ну вот 0.2.14 мы с ней можем работать поэтому когда я тогда здесь ничего не пишу да или пишу вот так 0.2.14 я буду работать с этой версией да это не обязательно ребят это когда у вас несколько версий работает и так далее и так меня интересует windows app первое я открываю да я просматриваю вверху я вижу параметр да который следует передать все банально просто я могу сразу зайти и посмотреть вот эти параметры описаны вот windows вот эти параметры мне сразу читается да то есть я читаю меня интересуют параметры я вижу что смотрю есть ли обязательные параметры я не увидел ни одного обязательного параметра который мне надо было вводить то есть получается что если не укажу то значит будут умолчания но мы пишем немножко другое сейчас мы возвращаемся к нашему файлу app так как нас интересует что вот это вот это windows z использованием mutable z об этом мы говорили да mutable z давайте кратенько подойдем подробнее позже а сейчас кратенько посмотрим найдем нас интересуют контейнеры чтобы было слово и вот этот mutable z да дальше рассмотрим мы пока мы рассмотрели ранее один метод и а до которого здесь нет но здесь на самом деле три основных метода плюс миксины миксины это примеси дополнения да понять это очень просто возьмите 10 ведер с водой и что сделаем в 5 ведер в 5 ведер добавим кислоты они будут со вкусом кислоты вот такая же приме да то есть уже будет влиять на все программирование понятие немножко другое но принципиально сходное если мы в начальный класс добавим какой-то код что должен делать что должен делать класс а потом от него будем другие классы наследовать то все эти классы будут уметь делать какую-то эту вещь это и есть примесь да дополнительные чтобы еще было более понятно о примесях давайте посмотрим это на примере джанго исходного кода только набрать там надо правильно джанго как это увидеть вот смотрите а теперь наберем просто джанго уже буду разъяснять учитывая что новички здесь могут быть нас сейчас интересует лист да то есть API на основе классов мы опускаемся вот в этот раздел и находим здесь миксины конечно новичок с этого ничего не поймет но чтобы понять давайте посмотрим то есть мы по крайней мере видим разные миксины которые описаны в документации ну например открываем лист view да лист view и видим разные названия кроме 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 этого в классе видим миксины когда мы откроем исходный код джанго и откроем допустим view и откроем генерик и откроем лист когда мы промотаем кстати ту библиотеку которую мы рассматриваем этот разработчик является ведущим в джанго и мы видим класс лист view он внизу просто да и здесь что мы видим темплей респонс миксин и база лист view да идем база лист view смотрим и видим тоже мульти объект миксин view на самом деле если вы посмотрите документацию джанго то что вы увидите открываем джанго лист view ну что вы можете вот так еще искать джанго лист view и обратите внимание вот у нас есть дитиль view вот у нас есть нас листью давайте перейдем вот здесь мы рассматриваем вообще с вами листью но перейдем сюда ну например getcreset getobject и мы видим методы если же мы перейдем в лист view getcreset да допустим то на самом деле на самом деле методы будут одни и те же и для того и для другого иными словами вот эта работа миксина то есть есть файл getcreset который добывает одну страницу возвращает есть который выводит список страниц но методы где-то больше где-то меньше пишутся при помощи миксина то есть методы написаны один раз это и есть работа миксина это очень удобно и это хороший способ разработки прекраснейший да то есть теперь вы поняли что такое миксин зачем они нужны именно поэтому когда я задавал методику да и жанга курс надо идти сначала пишем сайт да но сначала значит сначала да почему потому что там и есть то что нам надо когда я говорил листв view я говорил ребят вам надо научиться переопределять методы разберитесь листв view все остальное будет работать по остальному по тому и тому же принципу то есть у вас не возникнет проблем там с созданием форм с detail view почему потому что методы одни и те же где-то их больше где-то меньше надо просто понять принцип переопределения и все и тогда вы пишете ладно мы отвлеклись это я закрываю абстрактные базовые классы мы будем мы их начали смотреть то есть код этот начали смотреть разбирать но теперь давайте не отвлекаться от того чтобы создать итак мы знаем что поняли уже с предыдущих уроков что mutable.z для создания api вот эти api выражаются и вот они в документации документации это я могу закрыть то есть windows app для того чтобы в нашем приложении открылось окно нам все таки придется написать все приложение поэтому начинаем писать итак давайте все логически начинаем с импортов from модуль data time будем использовать не будем просто я посмотрел мы не дописали вдруг вы захотите дописать поэтому мы его импортируем следующее импортируем само тога следующее импортируем константы увидим их если будем до туда писать я не помню по быструхе писал ага будем писать это похоже так но это дизайн и стиль ну стилем мы особо не будем заниматься но по крайней будете знать что в итоге есть и стилем можно сделать все красиво этот пакет называется пэк все больше нам ничего не надо давайте начнем вообще с конца файла чтобы было проще вот смотрите написали это импорты теперь возвращаем идем в конец файла ну примерно так отступили и пишем сразу запуск запуск программы как раз между ними мы будем все располагать метод майн пишем и дальше пишем вернуть здесь мы определяем как будет называться наше приложение я оригинальным не буду буду как в примерах писать потому что цель так и назовем мысь виндов значит виндов демо ап то есть этот класс как и будет называться ваше приложение его оно подчеркнуто потому что его у нас нету ну далее давайте заполним пока строки потом будете смотреть где это и что думаю найдете ну а здесь давайте тут не обязательно это могут быть любые слова я сделаю как в примере вы свое поставите это просто путь где мы ищем для себя же пишем от балды когда то есть это то что нам вернуть теперь чтобы запустилось наше приложение нам надо прописать name да метод name равно методу mine так но mine мы пишем как строку иначе он работать не будет далее ап ну сейчас посмотрим наверно понятно столько все начинается с ап давайте посмотрим вот тут нам иногда даже документация не надо когда мы посмотрим вот этот файл windows дальше мы находим класс ап и видим что вот ап ноны да то есть пока его не существует и дальше все что ему пришествует если вы посмотрите документацию мы видим настройку property ап и видим как это все работает импортируется оттого от класса а тот который мы сейчас смотрели ну что значит ап присваиваем значение mine 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 это метод поэтому ставим скобки дальше ап mine лоб так я не вижу значит ап лоб позже посмотрите что это такое догадайтесь я думаю итак запуск у нас готов функцию запуска что нам возвращать какой класс есть вот нам подсказывает что не существует windows ап ну не существует будет существовать первым делом теперь мы начинаем наше приложение создание класса помните что нам надо добраться до окон нам придется написать само приложение пусть очень коротенькое поэтому класс и тот же то что мы значит писали windows демо ап он даже не отображается почему потому что его пока нет и абсолютно верно мы идем в документацию и смотрим вот он пример тога ап да то есть property ап тога ап это от чего мы должны наследоваться то есть все вполне понятно вопрос надо уметь пользоваться это мы учимся в школе по шишкам по шишкам учимся поэтому понятно что нам надо наследоваться от тога которую мы импортировали ранее тога класса ап который мы видели в документации отлично теперь тога работает банально просто такой же но немножко по другому и джанга так работает но видоизменено через функции обратного вызова ну а сами по себе сами по себе десктопные приложения вообще работают через функции обратного вызова другого не придумали давайте сначала напишем функцию обратного вызова иными словами то но давайте я быстренько посмотрел вопросов чтобы вам такое рассказать по быструхе да действительно давайте так вот поясню чтобы было попроще значит используем жупитер ноутбук то есть я открыл терминали опять я вызываю но уже другое я возьму другое виртуальное окружение и открою жупитер ноутбук вот он мне открылся вот мои файлы я создам новый пайтон переименую и сделаю так назову это именно так чтобы я понимал переименование сохранил сначала теория чтоб вы поняли смотрите вот наша программа вот окно нашей программы которое мы пишем которое откроется программа вот кнопка для того чтобы открылось окно нам надо подготовить следующий код вот это у нас код сначала мы пишем функцию обратного вызова можно и наоборот но лучше продумать сначала иными словами теперь мы код который будет открывать конкретно это окно второй шаг который мы делаем мы пишем код для кнопки и в кнопку в кнопку в код кнопки мы указываем название той функции обратного вызова при нажатии на кнопку идет обращение к функции обратного вызова и открывается окно иными словами объяснение номер один функция обратного вызова функция обратного вызова возвращает для работы функции обратного вызова как правило в большинстве случаев это называется хендлер обработчики создается обработчик это может быть кнопка и все что угодно иными словами когда мы задействуем обработчик он обращается к функции обратного вызова за счет чего это возможно это возможно за счет того что функции обратного в языке python есть такая возможность что функцию можно передать как обычную переменную или на вход другую функцию иными словами использовать функцию можно как обычную переменную как обычное число поэтому вполне становится понятно когда есть событие нажать на кнопку и здесь мы используем уже как переменную на кнопке функцию обратного вызова то при нажатии на кнопке происходит то событие которое мы заложили так работает javascript по этому принципу работает jango но там слой mildware это я рассказывал кому интересно дополнительно посмотрите видео например здесь есть плейлист htp request jango здесь я рассказывал о mildware слое обработчики который в принципе при помощи функции обратного вызова а именно его мы видели callback значит в исключении и он это проделал теперь давайте коротко напишем код как это работает значит то то же самый callback который мы будем писать мы берем пишем например сейчас мы не вбиваем никакие параметры целых простоты пусть будет так запускаем теперь весь принцип использования callback это мы можем вот эту функцию которую мы создали значит callback windows просто сделать из нее переменную иными словами давайте сделаем так присвоим давайте посмотрим нас интересует сама то есть смотрите мы переменные присвоили функцию давайте посмотрим со скобками что будет и без скобы что будет вернет окно так убираем ничего нам не надо потому что функция в языке python как и в javascript это тоже используется может передаваться как просто переменная теперь мы можем windows rent эту переменную уже вообще использовать как функцию то есть смотрите что происходит давайте попробуем сделать так обратите внимание обратите внимание так но я думаю хватит это в школу придете будете изучать итак наша задача написать callback да называем значится до регин не будем мы оригинальными сейчас и пишем это метод у нас пишем первый параметр self вбиваем виджеты так как мы с ним будем работать и дальше кроме этого любые именованные параметры то есть можем передавать любые именованные аргументы сейчас я не буду ничего объяснять смысл вы поняли теперь мы здесь пишем что вернуть обратите внимание ребят когда мы с вами проходили в этих в тех видео первый метод до и от то есть когда возвращается self то здесь мы сразу обращаемся к памяти иными словами self mine windows это метод и позиция это метод прислаем значение 0 0 вы можете выбрать свое значение т все а Функция обратного вызова. То есть они у нас дальше пойдут в функции обратного вызова, но любое событие мы должны написать в функцию обратного вызова. Это банально просто понимание этой программы. Но участники школы, кто работает с функциями, сразу себе берем в оборот разобраться с функциями обратного вызова. Разобраться минимум в двух языках, Python и JavaScript. Там вообще это везде. Обратите внимание, для того, чтобы понять структуру дальше работы тога, она банально проста. Далее отступаем много места, чтобы нам было понятно. И делаем новый блок. Значит, делаем функцию старта программы. dev start up. Да, это у нас метод. Ой, я немножко сдвинул неправильно. Ну, сейчас все мы дело это поправим. После этого, что нам надо сделать. Давайте мы сделаем следующее. self-close. self-close. count. Посчитать. То есть, закрытие программы. Закрытие программы. Только count мы убираем кавычки, пишем, первичная позиция у нас ноль. С чего начать отслеживать? Начальник зак... Так. Возможно, мы до этого не доберемся, но просто, чтобы вы понимали. Будем пробовать запускать, еще не должно. Создаем файл json. Далее, выбираем файл python. Вот и все. И, когда он выбран, пытаемся запустить. В данном случае, мы видим объект has not attribute close. Пока ничего не понятно. И ничего не работает. Оно нам показывает, что у нас есть исключение. Здесь мы себе напишем старт программы. Это хрен с ним. Пойдем дальше. Потом посмотрим. Пока нам не о чем думать. Теперь стартап тоже отступим немножко места, чтобы нам было более понятно, да, как делать. Если мы откроем документацию windows, посмотрим методы, то мы найдем метод шов. То есть, показать. Для того, чтобы окно показывалось, надо это указать. Поэтому пишем метод. Обратите внимание. Опять же, пишем safe. Safe. Мы с вами У нас есть метод minewindow. Давайте-ка мы посмотрим, что это у нас такое. Есть ли он? Я не знаю. Но Я вижу здесь, да, наше шоу, да, здесь просто windows. Иными словами, так как мы работаем с окнами, то здесь я добавил minewindow. Мы могли написать просто windows. Давайте сделаем следующее. Чтобы было понятно, сейчас мы поймем, да, это мы предварительно пишем. По сути дела, надо было попределить. Но с другой стороны, когда мы пишем как бы не совсем по порядку, то оно будет, наверное, понятнее. Поэтому сначала мы делаем следующее. То есть, мы будем использовать не существующую переменную, чтобы вы понимали, minewindow это переменную, которую мы еще будем использовать. Да? И, но метод, который, он уже есть, шов. То есть, метод есть, показать. Давайте-ка мы запустим сейчас программу и посмотрим. мы получаем исключение window.up.count То есть, у нас исключение. Переменная minewindow, она, ее надо еще проописывать. Но мы себе просто вот так сделали, чтобы лучше понять, что есть старт программы, есть запустить, да, программу. А теперь давайте определять, чего у нас не хватает. Поехали дальше. Теперь давайте как раз таки займемся тем, что создадим эту переменную minewindow. то есть, вот здесь, вверху, мы определим эту переменную. У нас, как бы, получается старт программы, что будет внутри идти, там, дизайн, кнопки, чтобы это было как-то вот логично и правильно. Почему мы так и делаем? Значит, мы определяем переменную self-minewindow и теперь мы ей присвоим определенное значение. Toga значится класс minewindow. Это стандартный класс Toga, где мы укажем title, заголовок, так, заголовок. Присвоим значение self-name. Пока все. Глянем. На часа глянем. Нам надо что смотреть? Как вы считаете? Давайте посмотрим в Windows title. Когда мы залазим в окно, в окно, да, в Windows, но мы смотрим на метод title и видим, что здесь обязательный позиционный параметр title, то есть требует передачи обязательного позиционного аргумента. По умолчанию у нас получается, и если все-таки нет, мы не поставили заголовок, то программа сама поставит заголовок тока, да, то есть, по сути дела, значит, мы это тоже не обязаны, но он в любом случае будет. давайте смотреть, что мы там не так или так сделали, давайте запускать программу и ждать, чего там происходит. Правильно. Опять выступает вот это sales close count 0, атрибут, значит, win решим, давайте пока закомментируем, попробуем опять запустить. Что происходит? Ага, окно запустилось. Что это за долбанный count, надо как-то это решать. Мы можем пока это оставить, можем решать, потому что в данном случае ничего от этого не зависит. Я написал этот код, просто я по-быструхе смотрел шаблон, по-быструхе смотрел, правильно, неправильно, я всегда подумал так, разберусь потом. тем не менее я могу пойти в документацию, если мне это надо, на данный момент мне это не очень надо, и поискать методы. Действительно, я найду windows close. Title message over result known. Зачем я это сейчас показываю? Обратите внимание, я открываю документацию и смотрю close, но я вижу, что мне надо написать диалог, то есть закрытие метод close, но мне надо написать какой-то диалог, иными словами должен диалог включать какую-то вещь, иными словами попроще сказать, что диалог с пользователем, например, я хочу закрыть окно, он будет спрашивать, точно закрыть окно, или ты шутишь? смотрите, что я сейчас делал, это обычная невнимательность, то есть я взял close, но использовал, а что мне это дает? Ничего, мне надо написать метод диалога, но сейчас мне его не к чему прицепить, на самом деле, почему надо продумывать, потому что здесь, по сути дела, я хотел написать бы другое, но обычная опечатка, просто повел сюда и поставил, поэтому я себе продумал метод отслеживания событий, и подписываю себе, да, я его, чтобы не упустить, сейчас пишу, что спрашивать закрывать ли окно, ставлю себе в данном случае сразу, fix me, то есть исправь меня, да, исправь меня, для того, чтобы я обратил себе на это внимание, дальше я буду рассказывать, к чему надо стремиться, иными словами, сначала я напишу, что я для себя вижу, я поставил fix me, и здесь я думаю, да, хорошо, вот пришла мне мысль, просто посреди кода, что хорошо бы диалог, чтобы окно просто не закрывалось, я здесь себе пишу тода, написать обработчик, или функцию обратного вызова, то же самое для меня будет, я здесь определил, что обработчик функция для метода close count, все, это у меня вбито, я это в любом случае не забуду, теперь я пойду разбираться, что это такое, вы не забыли, что нам надо наш задача писать хороший код, и мы немножко учимся разбышлять, значит, сначала я думаю, да, то есть мне надо закрытие, и я вижу вот этот метод создания диалога, вижу два обязательных позиционных параметра, которые требуют передачи, обязательных позиционных аргументов, и вижу результат нон, да, теперь давайте-ка я пойду в виндов, да, и попробую посмотреть вообще close метод виндов, чтобы мне было лучше понятно, что это такое, мытаю, 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 могу сделать вот так, и так, и пусть оно выделит мне все слова, которые являются close, очень много их слов, да, мне в принципе интересует сам метод виндов, да, я смотрю, диалоги, то, что мне надо, вот метод сам конфир диалог, мне интересует, что возвращать, но тут и так понятно, понятно, возвращать title, message, и результат, это будет вот обработчик, его тоже можно найти, но сейчас я ищу другое, я смотрю close, уберу я поиск, мне так проще будет, вот этот метод close, дальше я смотрю self up windows, значит, минус, смотрите, минус равно, то есть, мы изучали с вами здесь уже в первых уроках, а еще будем изучать, уже изучали, значится, и от метод, когда плюс равно, понятно, что другой метод, я имею ввиду, это именно в этих уроках, в которых мы сейчас находимся, крутой python, здесь мы смотрели, да, ранее в уроках есть посмотреть и от, то сейчас я вам говорю, но потом посмотрим, вот именно предназначение вот этого метода и суп, это и делать, минус равно, да, но мы потом разберемся, да, то есть удаление, вот он отвечает за удаление, сейчас мы находимся в windows и видим минус да, значит класс up и windows дальше мы видим переменную empl close давайте найдем эту переменную мы на самом деле можем что сделать посмотреть где она присутствует и в принципе мы находим довольно быстро да вот она сама переменная объявлена но и дальше присутствует везде да то есть давайте мы разбираться то в чем мы разбираемся ну во первых смотрим класс windows и смотрим вынет входит ли вообще вынет значит смотрим да то что у нас определено вынет и вот этого метода мы не находим здесь то есть это просто будет некая переменная будет либо метод либо что-то описанное да то есть мы нашли где откуда он растет теперь давайте дальше смотреть и смотрим что нам надо посмотреть ну к сожалению сейчас я не буду объяснять но мне стало понятно то есть откуда ноги растут во первых я смотрю это обратное совместимое вторых я нахожу определение данной переменной это то что я писал видео одно из видео писал пишите код так и вам не найдут не найдут замену так как я подзабыл допустим да то но я помню наверное если я смотрю да то я вижу что это функция да я четко знаю что есть z есть get а ttr означает атрибуты иду функции и мне надо напомнить object name и далее мне надо просто напомнить прочитать возвращая значение именового атрибута объектами должно быть строкой если строка является именно одного из атрибутов результатом будет значение этого атрибута мы в школе делали да это сейчас просто не буду отвлекаться на че видео мое дело было определить да теперь мне становится понятно теперь мне становится понятно следующее первое что мне становится понятно что Виндовс берет окно да теперь еще что мне с тем что будет применен метод close но с определенными как это сказать правильно пояснениями с определенными требованиями которые именно я увидел там где я смотрел описание вот этого метода уже себе я набрасываю просто взглянул что это будет относиться мои диалоги значит заголовку позиции размеру и так далее иными словами иными словами участникам школы идти и разобрать мы разбирались с вами но кто позабыл от это это разберите да эти методы и что вы узнаете что вы узнаете весь смысл этого метода следующий следующий для того мы его применяем принципиально для того что если у нас будет какое-то исключение или что-то будет отсутствовать то мы сможем вернуть значение по умолчанию это будет очень хорошо для нас да в данном случае к сожалению сейчас мы эту тему не рассматриваем потому что мы заняты просто написанием иначе тут затянется видео черное насколько и так пока написали обработчик хватит пока и так по обработчику я оставляю какой для себя я из этого сделал вывод я уже опять могу вернуться мне понятно что что мне понятно не вдаваясь подробности чтобы было и вам понятно что когда я обратил внимание на вот эту вещь которая везде иными словами и посмотрел вот этот метод это будет как тут правильно выразиться пытаться найти совместимость и пытаться найти объект если объект не будет найден то значит будет возвращено то есть будет возвращено значение по умолчанию которое вбито где-то в коде в других местах кода между чем и чем и здесь вполне понятно то что будет участвовать окна главное окно мое окно тулбор то есть будет организованное взаимодействие этого мне сейчас достаточно дальше я и лезть не хочу значит я понял чтобы мне написать в прошлом в будущем мне написать значит какой-то диалог надо закрывать то мне надо заполнить вот эти данные и дополнительно я узнал об этом методе да и для себя сделал вывод что мне надо написать диалог на данном этапе мне это достаточно написать обработчик все я могу идти дальше теперь давайте вот что проверим запустим и мы видим то что у нас возникло исключение да windows line 133 это то что мы сейчас смотрели in show интерфейс контенты я дальше мог бы покопать да но типу объект основный атрибут mpl но по сути дела мне уже стало понятно я понимаю ребят что это пока сложновато но со временем это все придет но по крайней мере мы начнем сейчас в этих видео мы далее будем проходить оуп и начнем пока мы разберемся хотя бы в одном классе чтобы научиться воспринимать windows полностью да поэтому я стараюсь как-то рассказать попроще но все таки чтоб вы немножко начали тоже размышлять то есть ничего не укрывается да по сути события то события почему он запрашивает потому что у нас поставлен метод да что отслеживать события есть значение то есть значение ноль есть но как и что обрабатывать пока мы не написали поэтому он конечно же пишет что я не понимаю что с чем совмещать да где что возвращать какие значения по умолчанию когда мы вот этот вот эту переменную посмотрели да это понятно я думаю глубже пока не полезем это уже когда будете разбираться тогда и вот прямо вот эта строка можно искать и разбираться то есть windows 133 все четко показывает открываем windows где у нас в данном случае возникло исключение да toolbar все стало вообще все на места то есть когда у нас появится toolbar то уже в принципе должно сообщение это пропасть мы пока это просто себе ответим а там дальше будем смотреть все совмещать подскажет здесь был метод это я его убрал мы его потом напишем теперь давайте все-таки я решил давайте не оставим порассуждаем то есть нету объекта все-таки давайте закончим вам задание сейчас участникам школы вспомнить гетто ттр то есть понятно что получение атрибута мы опять все-таки вот что сделаем мы с вами запустим программу и опять видим да атрибута эра line 133 давайте все-таки зайдем туда и до конца разберемся line 133 открываем и в принципе все становится теперь на места смотрите совмещаем две вещи иными словами если это я пока ребят смотрите я рассказываю так на уровне размышления как бы размышлял мне явно понятно что здесь надо вернуть toolbar то есть разработчик в данном случае позаботился о том чтобы моя программа не осталась без toolbar ошибку не вызывает но пишет что не хватает какого-то модуля но вполне логично что если мы разрабатываем программу и у нас не хватает toolbar то это будет неполноценная программа значит close метод я пока откидываю да он мне не мешает я его close комната оно имеет значение поэтому пока не вызывает да какого-то исключения почему потому что хоть метода нет но значение есть да а обработчик я опишу тогда все-таки когда я посмотрел 133 исключение я вижу toolbar и но меня интересует все-таки сейчас сам и мпл да заметьте заметьте везде он присутствует все-таки я опять возвращаюсь к определению и смотрите что я здесь вижу значит первое что мне бросается в глаза давайте все-таки проверим и порассуждаем как разработчики да мы предполагаем уже да что нам надо чтобы был тулбор почему потому что когда изменения да изменения дальше self чанг креет тулбор да теперь давайте думать нам надо четко понять что такое мпл здесь нет описания но давайте не догадываться а выяснять согласно методам значит не затрагивая уж сильно глубоко но тем не менее рассмотрим первую очередь нам надо все-таки опять найти что найти определение переменной присвоенное значение и мы видим метод get attr ну давайте все-таки сделаем это во-первых дадим определение да функция get attr это встроенная функция python которая позволяет получать доступ к значению атрибута объекта если значение не надо функция get attr значение по умолчанию по этой причине используется основном для доступа к значениям объекта атрибута и здесь все у нас становится сразу на свои места если в факторе да оно есть но далее где-то здесь было написано что оно больше не используется да уже то есть мы его отбрасываем он есть и есть да сам по себе то здесь все понятно windows класс мы если промотаем то увидим переменную да windows класс переменная windows и так по сути дела все относится к окну и дальше уже логически можно выстроить и уже проверять в коде но давайте разберемся все таки как это работает давайте создадим класс windows ну любой класс вообще создадим и сделаем следующее значит возьмем name присвоим значение ну пусть будет по-английски так будет быстрее значение windows windows теперь грубо говоря создадим экземпляр класса ребят кстати еще цель занятия ведь мы начинаем сейчас уже по совершенно по совершенно по новой офигенной методике изучать с вами школе ООП поэтому сейчас отвечаем на вопрос все таки с чего начать ООП конечно же с атрибутов потому что это все что главное и давайте здесь просто сделаем windows ATTR присвоить значение windows когда мы присвоили значение windows теперь мы можем что сделать дальше наш класс нормально отработал у нас есть name в данном случае это переменная это может быть функция но в общем все что угодно по сути дела теперь давайте проверим как работает get это мы возьмем самый простой пример принц принт и по сути дела мы понимаем что нам надо получить значение значение да значение теперь мы используем функцию сделаем так используем функцию встроенную get ATTR и так как мы посмотрели она включает объект и имя либо объект имя значение по умолчанию иными словами иными словами так как нам надо получать какую-то переменную если так проще объяснить давайте попробуем проверить так ли это то есть мы берем наш экземпляр класса windows ATTR и вводим любое из имен класса заметьте класса не экземпляра name сейчас мы получим все ответы на вопросы и выводим name is not definite абсолютно верно давайте попробуем сделать по-другому сейчас у нас все получится не переживайте так а почему мы здесь получили исключение давайте опять заглядывать справку возвращая значение атрибуты имя должно быть строкой вот это наше исключение да действительно мы сделали неправильно мы поставили name да в данном случае переменной вот этой а нам надо строкой давайте посмотрим что так получится отлично значение windows так так то есть делаем вывод get attr работает напрямую с классом и получает значение класса теперь мы можем смело возвратиться в код и четко понять вот наша переменная windows теперь мы можем четко для себя ответить следующее смотрим self mp и ppl get attr да дальше тут написано self windows класс то есть значение мы получили в windows да абсолютно верно разобрались да поэтому теперь в строке 133 self toolbar да которая иными словами везде где этот модуль по сути дела что он делает без объяснения мы разобрались что в данном случае получается доступ к классу windows и напрямую к классу windows ребята это очень важный момент и дальше мы используем в методах теперь все все напрямую к классу windows то есть мы можем получить и почему он используется везде потому что везде мы получаем как тут правильно везде мы получаем вот он правильно назвал сейчас я объясню по другому я подбираю слова это на то число когда обратная совместимость да он пишет про обратную совместимость когда программа включает тулбр виджеты и все это должно относиться это работает в классе windows то есть мы должны получать значение по умолчанию того объекта который есть надеюсь сейчас вот поняли да более-менее по крайней мере я объяснил поехали дальше все ребят нету времени больше можно копаться и докопаться до чего угодно конечно но просто я хочу чтобы вы немножко соображали да немножко и что нам это дало для участников школы что если мы откроем пайтон то отвечаем себе на главный вопрос допустим Денис я знаю там есть сейчас ребята которые хотят заниматься с тем что я говорил для того чтобы хоть немножко маломальски рассуждать нам надо правильно очень изучать классы приходите в школу кому это интересно чем быстрее тем лучше 392 абсолютно верно то есть у нас должно при работе с классами вот эти операции ссылка ссылки и атрибут ссылки на атрибуты и создание экземпляра создание экземпляра проблем не возникнет единственное там разобраться с встроенными методами get и ztt а вот ссылки на атрибуты вот это момент интересный потому что если мы открываем код то везде мы видим точную нотацию то есть в каждом случае идет доступ к какому-то объекту и везде мы видим точки 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 в данный момент создаются абсолютно верно ссылки на атрибуты но вот с самими атрибутами как они работают тут надо очень хорошо разобраться и это надо сделать в начале что делает большинство ребят абсолютно верно они глобально понимают вот наследование и если вы откроете абсолютно любой материал классы абсолютно любой материал я здесь совершенно не против сначала увидеть общую картину да но в принципе этим заканчивается все изучение поэтому потом мы только бэкаем мэкаем да бэкаем мэкаем да здесь обращен принцип но это грубо говоря статья для красного словца но на самом деле найдите хоть один мне материал где вам скажут ребята ну давайте так атрибуты питон вот все это в основном и будет заканчиваться изучение атрибутов в три строки а вопрос а откуда мы будем писать тогда понятие атрибутов я сейчас не буду рассказывать полностью оно очень большое и довольно объемное и в принципе это та тема которая является кирпичками и когда вы разберетесь в атрибутах по крайней мере вы будете понимать что где и как писать это первая цель второе ну и пока взяли только начало это для ребят школы то есть мы четко поняли что атрибуты у нас должно работать да то есть вот это и это и есть после первичного понимания классов то на чем надо просто взять и копать в течение месяца тогда чего-то будет ну я сказал кто кому интересно мой подход приходим в школы и просто работаем и пишем пишем пишут ребята у нас без проблем поэтому видео крутой python смотрим видео где-то будет и ситуация сходная с вами все погнали дальше к сожалению ребят как всегда у меня получается начали одно а уже продвинулись вон аж куда ладно мы поняли что кунт пока здесь ни при чем с этим мы разобрались я думаю когда появится toolbar он скорее всего уберется нет будем искать дальше но у нас появилась просто линия размышления хорошо бы проверить окно действительно ли у нас чего-нибудь работает поэтому давайте здесь стартап стартап вот ниже под виндов сделаем такое менюшку и напишем элемент и попробуем чего-нибудь добавить я уже сейчас наверное а может быть залезу но по сути дела сейчас я вот это все закрываю по сути дела мне на документации что лейбл я открываю виджеты ищу лейбл ну а здесь все очень просто где он находится лейбл в самом модуле тога мы его импортировали и дальше пример тога лейбл и далее что там есть параметры текст id стиль факторе вот то что было написано в документации только что мы видели устарело то есть оно не используется понятно значит здесь в принципе все понятно здесь нам все видно один обязательный параметр который надо это мы сразу учимся с вами документации разбираться да текст иначе не будет работать ну что ж погнали значит так как мы понимаем что это находится в тога поэтому можем сделать совершенно просто напрямую обращаемся к значит лейбл сельф лейбл и нам теперь надо присвоить значение чтобы оно работало оно находится в модуле тога тога далее класс лейбл и далее давайте попробуем так запустить по сути дела мы должны значится мы не так написали лейбл попробуем запустить значит смотрим отлично то что мы хотели видеть то есть мы уже с вами соображаем да в коде немножко почему мы посмотрели уже в документации один обязательный параметр позиционный значит требует передачи одного то есть требует передачи позиционного аргумента при этом что мы смотрим видим текст да здесь мы не видим что это поэтому хорошо залезть посмотреть можно метод научного тыка посмотреть что это строка или что ну скорее всего строка мы могли айди если бы у нас было много кнопок надо было обращаться но это все когда посложнее все у нас все просто посему мы понимаем ну логически конечно размышляю что название должно быть строкой да потому что мы хотим написать слово это лучше подходит строка это давайте напишем привет я этикетка ну грубо говоря и теперь давайте запустим вот эту программу и посмотрим что у нас работает стоп подождите а где мы где я писал ребят я только писал что-то не то что-то стерлось напишем так пробуем итак что оно нам пишет в данном случае что-то я здесь не то сделал давайте смотреть а я не там написал я случайно написал не там что мы убираем ну бывает вот невнимательность обычная все но этикетки такой никакой нет абсолютно верно мы то определили саму кнопку а вот надо же ее как-то отобразить или показать правильно но это логически мы просто определили как элемент у нас есть кнопка но то что ее показать мы не определили тем не менее исключение наше пропало то есть все нормально давайте-ка мы зайдем опять в документацию и посмотрим следующее сейчас мало времени поэтому я просто буду говорить что нам надо ну по сути дела вот есть окно значит нам надо какой-то контейнер код мы не будем рассматривать это выходит далеко за рамки но что мы ищем мы ищем бокс мы можем посмотреть разные вообще вот контейнер да нашли то что нам надо разные ну и мы видим да бокс и дальше пошли методы где можно определить вот там и айди и добавить и удалить римов и так далее то есть много очень методов что это и классно но мы сейчас с этим не будем разбираться потому что просто нету времени не это цель а одно я могу пояснить иными словами к окну надо добавить контейнер а уже в сам контейнер будем добавлять элементы просто так устроена программа но не можешь в окне у нас не было описано да то теперь понятно что должен быть класс бокс в котором все добавляется вы его можете самостоятельно найти поэтому мы здесь смело можем дальше сделать так и написать наш контейнер и далее пишем его код значит это то куда мы будем добавлять элементы просто так устроено мы назовем бокс майн бокс это просто наши переменные которые мы придумали только что так как мы знаем что это в тога согласно документации тога класс есть бокс но это и так понятно думаю и вы его можете легко найти далее мы могли посмотреть в примере либо настройки что элементы могут в виджеты добавляться как дети вот написано да то есть все банально просто далее были примеры да где можно было посмотреть ну видите да несколько добавлений но мы поступим таким образом потому что просто это удобно будет нам надо будет несколько ложить элементов писать да поэтому мы используем готовый метод children и это у нас будет список список тип данных список что нам надо сделать мы ой мы переносим другую строку и далее пишем self и нашу переменную давайте посмотрим что у нас за переменная label да она у нас так и называется сюда ее вписываем label и ставим запятую это не обязательно в списке но я с привычки джанго как джанго разработчики рекомендуют не ленить ставить запятую после последнего элемента просто не забудете это должно стать привычкой чтобы не думать теперь давайте попробуем еще раз запустить нашу программу и в данном случае опять ничего не появилось что-то еще мы не дорабатываем давайте думать мы в первую очередь обращаемся к документации скорее всего учитывая что это профессионал высокого класса то наверное у него должно быть что-то типа контента и если посмотреть на документацию документацию ну давайте сделаем проще чтобы было проще мы просто пойдем посмотрим сейчас где наша виндов да сейчас посмотрим ну куда бы мы могли пойти на самом деле логически но если мы добавляем лейбл значит наверное надо идти в виджеты в виджетах мы конечно же найдем бокс вот у нас класс бокс который наследуется от класса видим да виджетов и наше дело посмотрели да опять фактор устарела вот наш children метод add и опять наш любимый mpl то есть опять же получение получение значения отлично что нам это дает ну пойдемте теперь еще почитаем документацию берем виджеты давайте тут чего-нибудь поищем так это там не надо теперь давайте рассуждать вот есть программа да вот это наше окно итак мы добавляем контейнер где мы будем отображать кнопки вот он добавлен контейнер вот это окно стоп стоп теперь мы добавили кнопки контейнер а теперь логически думаем но ведь хорошо тут сразу задалки не ходи что если мы добавили кнопку значит можем добавить то есть лейбл можно добавить кнопку и все что угодно и по сути дела будет это выводиться при помощи обычной итерации об итерациях мы говорили сейчас я вам скажу еще одну статью которая будет в описании почитайте ее вообще именно чтобы у вас возникло желание что надо учиться у Балсуновского есть чему поучиться это я вчера вот уже 700 почти просмотров это видео к статье но по сути дело это три сообщения нашему участнику в группе где Диме я написал сообщение почему потому что у него данный момент он сильно расслабился и я ни за кем не слежу ничего не проверяю мне все равно если вам не надо то и мне не надо но я знаю что Дима хочет поэтому я ему сказал что Дима надо изменить стиль обучения 50% уроки абсолютно верно человек приходит учиться по урокам но кроме этого ты начинаешь еще и думать головой и составлять планы и при этом контролировать себя чтобы ты постоянно работал на пределе пусть по 15 минут но на пределе на пределе и по четкой системе работы с кодом значит легко найти эту статью вам дам видео здесь я в видео самому указал основные моменты я даже при вас добавлю чтобы не забыть основные моменты а в описании вы прочитаете саму статью и просто поймете что нужен подход значит приходите в школу и все будет будете смотреть за участниками группы и прочитаете статью спокойно внимательно очень длинная статья которая рассказывает на примере итераторов во-первых разберетесь во-вторых что вы мыслите как программист как организовать свою работу просто есть ребята которые мне пишут вот мы по вашим видео учимся так а сколько вы упускаете сколько вы упускаете если бы вы смотрели что делают другие участники сами где-то советы получали то где бы был ваш уровень намного выше поэтому моя школа дает возможность понять как правильно изучать подойти к языку программирования и зачем здесь в статье изучать несколько языков чтобы у вас дурость в голову не лезла что я сейчас буду изучать python потом буду другой язык все языки одинаковые достаточно изучать один и писать на всех любых здесь чего-то не хватает давайте во-первых мы с вами искали бокс не нашли значит воспользуемся поиском и введем бокс да мы сразу находим то что нам надо тога виджет бокс откроем первое да посмотрим и сразу нам начинаем изучать что нам здесь надо то есть посмотрели бокс но ведь нам надо отображение ведь нам надо отображение для этого надо просто сейчас нету времени почитать принцип работы да где будет написано что ну и было бы странно если бы не предусмотрел такую вещь как контент иными к чему я это говорю ведь этих коробок может быть несколько в одном вы напишите вот этот функционал потом возьмете другую коробку да и напишите другой то логично создать но как-то это надо связать у итога это называется контент контент давайте попробуем найти здесь сразу контент я вам уже сразу подскажу и что тут есть то есть мы видим да что это начинает вот настройка контент и возвращает виджеты все вполне понятно все становится на свои места моментально давайте если хотите переведем содержимое контейнера возвращает содержимое виджета виджет ну можно еще посмотреть конечно исходный код там скорее всего гадалки не ходи будут траторы статьи он дал зачем и что посмотреть да это логически выходит отсюда если мы посмотрим класс бокс он занимается только перечислением здесь нет никаких операций кроме метода add иными словами только добавление дальше идет вот этот наш мпл который сопоставляет значит нужно что-то еще это однозначно тут даже и ходить нечего и мы действительно находим контент присвоено значение тога webview именно webview сразу это в данном случае потому что можно перегонять ну хорошо в данном случае в любом случае мы нашли контент понятно что идет это отображение скроллб контент то есть дальше пошли то что применяется но это по-моему совсем немножко не то что нам надо это немножко не то что нам надо поэтому мы можем продолжить дальше поиск поиск контент и поискать да поискать то есть все что связано с контентом здесь у нас высвечиваются учебники это вы уже сами сделаете поэтому я это не буду искать но в любом случае везде есть вот эта вещь контент я я не буду разбираться хоть что-то оставлю вам давайте мы когда сейчас будем писать тут в принципе все будет понятно что вы точно поняли что для того чтобы показывать вам надо обязательно использовать переменную контент и использовать это как атрибут но тогда давайте рассуждать логически значит вот посмотрите у нас есть переменная да minebox да стоп или нам сейчас не надо надо minebox есть переменная вот мы определили и показывать а саму эту переменную что ей делать мы ж нифига не определили надо определять итак что я делаю это логично будет в файле start up определение у меня здесь где шел то есть я здесь напишу здесь я напишу показать главное окно да вот это мы определились дальше я иду ой иду выше и здесь ставлю да комментарий что показать содержимое главного окна и теперь мне надо определить мою переменную я смотрю на смотрим главное окно у меня запускается от переменной mine windows даже если я не был в документации но везде бы я смотрел веб view где мы смотрели ранее вспомните только что отмотайте назад там везде присутствовало контент вот это я вам дам самим разобраться так вот значит то есть это переменная которую надо найти да которая отвечает участвует в отображении контента значит мне надо связать чтобы mine windows и mine box вот это все это дело связать чтобы сказать что на главном на главном окне отображайте вот эту вот всю хренатень которую я напишу сейчас итак я пишу self далее я беру свое окно mine windows mine windows и далее я использую контент мне надо отобразить именно эта переменная отвечает за отображение потому что она находится веб view то есть веб view или других иными словами даже везде будет принцип одинаковый я не не потому что веб view а потому что я это увидел и уже понял даже не копавшись и дальше я присваиваю значение self mine box mine box это та переменная которую я определил как контейнер теперь вроде бы должно что-нибудь хотя бы делаться и так действительно вот мой привет и обратите внимание мое мое исключение мпл исчезло абсолютно верно потому что у меня появился значится тубр вот то что мы говорили мпл да ранее говорили о об этой вещи где get от атр то это связано с туббором потому что 136 ошибка говорила именно об этом то есть нам помогла документация теперь для участников школы ребят мы в школе с вами начинаем работать с функцией из параметров то есть вы наверное отлично понимаете где я читаю параметры и говорю да то есть я их читаю не задумываясь если сегодня пришел новичок и думает с чего мне начать если не знаешь с чего начать начиная с функций и первое чего надо добиться это считывание параметров на автомате здесь очень важный момент присутствует я всегда рекомендую использовать с функциями блокчейн даже один человек мне написал наверное что больше зарабатывать да не надо вам и мне нахрен не надо найдутся люди которые купят ребят совсем другая история когда вы начинаете работать с функциями и посмотрите любая программа она имеет дфдфдф откройте любой язык в любом случае будет ключевое слово которое что делает которое имеет либо функцию либо метод но если это основное значит наверное это и есть главное теперь если вы находитесь сейчас на курсах где-то да сейчас продолжим где-то на курсах и начинаете изучать как я рассказывал вот почему я сейчас хочу простимулировать чтобы вы почитали статью и хоть у вас был какой-то прорыв и начинаете там бла-бла-бла изучать там типы данных прошли ничего не поняли потом дошли вообще все забыли потом добрались где-то там до функции проскочили и пошли и странный вопрос задаем учились там три месяца на курсах и чего мы не пишем есть твой раз и действительно а чего вы не пишете а ребят подождите так все просто так откройте файл прочитали файл прочитали параметры не я говорит туда не не захожу я так Бусановский говорил года три первых что я пойду на документацию там же ни хрена не понятно а исходный код так это хватит матом ругаться лучше сказать вы что исходный код это страшно не совсем страшно ребят я же хочу вам показать не совсем страшно это очень помогает конечно не будете писать до того момента пока у вас не появится человек такой как вот вроде бы в снос который скажет слышишь вот параметр должны отлетать затери потому что сколько людей ходит по интернету говорят мне бы мне бы если бы кто сказал так Бусановский вам говорит или работать боимся так вы выберите разберитесь либо вы писать хотите либо вы не хотите писать поэтому для участников школы я надеюсь что сейчас с функциями вопрос вообще отпал отбелить открестить их как чтоб отлетало ни одной миллисекунды задержки считали и пошли дальше и я к чему говорю блокчейн потому что когда вы начнете работать с функцией блокчейн немножко прочистит мозги чем другие языки python js kotlin там можно функции изучать абсолютно стандартно то есть вызов функции параметры исключения то есть по этой стандартной схеме то здесь во первых дополнительные параметры функции во вторых от кода зависит цена конкретно контракта да иными словами код написали и может получиться вообще так утрированно я говорю что запуск контракта будет дороже самого продукта смысл тогда в этом всем да и вот это очень вас будет подстегивать тогда вы будете обращаться к python думать действительно а может мне тут слова использовать то есть это идет обратная связь это очень важный момент то есть вас вот она правильная мысль на раннем этапе еще изучения функций заставит вас задуматься о том что вы используете а правильно ведь каждый код у вас будет все равно иметь цену пусть не в деньгах но в производительности в точности можно написать 100 строк можно 5 строк да и при этом 5 будет работать ничего лишнего он будет профессиональный либо 100 строк не профессиональный итак мы с вами убедили что наша лейбла выведено все окей мы добираемся наконец-то потихоньку к окну и закончу я не зря вам сказал что будет в описании эта статья о принципе изучения чтобы многие задумались что Болстуновский то что рассказывает имеет смысл потому что у меня люди пишут единственное что это не происходит без участия самих ребят то есть я направляю но ребята пишут потому что есть только одна причина которую я вижу прочитайте эту статью посмотрите видео да есть одна причина я вижу когда человек писать не будет вот это та причина когда неверный подход если вы делаете так как я говорил пришли и изучаете там нечто и при этом ни на чем не заострили внимание да если вам говорят вот это важно вот это важно а я вам скажу это все хератень хератень важно есть ключевые вещи и важно выстроить эти ключевые вещи в правильном порядке что мы открываем любой код и смотрим важно функции дальше в той статье вы узнаете что типы данных что вы там пришли допустим поизучали первое второе третье списки и забыли это одно а я вам говорю ребята типы данных изучаются в три этапа сразу вы их точно не поймете но изучив функции класса вы их поймете и так далее поэтому важен подход есть правильный подход вы будете писать и будете писать быстро сразу наиболее быстро как вы можете усвоить материал это все будет зависеть от вас но даже если вы будете заниматься медленно то все равно писать будете пусть медленнее но будете делать правильно все поехали дальше видео длинное поэтому стиль я наверное пропущу пока не буду добавлять вообще я подумал добавим но уже документацию не пойдем это уже я вам дам самим разобраться там сложного ничего нет нам надо наша функция start up и вот здесь мы можем под элементами под элементами просто это будут тоже элементы но допустим мы можем написать кнопки для себя чтобы было понятно и мы добавим кнопку btn что обозначает значит button стили если будет исключение то мы уже будем разбираться мы добавляли импортировали пэк пэк если вы откроете документации пэк то там в принципе обычные параметры как похожие на bootstrap мы сейчас напишем flex 1 это вам задание посмотреть что это в документации и padding ну по названию все сразу понятно пусть будет 5 и теперь мы еще одну btn добавим btn помните мы писали функцию обратного вызова вверху вот она до оригин теперь мы сделаем кнопку чтобы она работала с этой функцией btn и эту функцию так и пишем то есть чтобы мы понимали о чем идет речь прямо с кода до оригин и далее нам надо описать то есть чтобы сработал вот эта функция обратного вызова видите все банально просто просто рассказать надо конечно с исходным кодом ребят знаю что тяжеловато но к этому мы у нас же видео записаны какие к чему стремиться да делать выводы с чего начинать ооп чтобы начало работать итак поехали дальше значит вы заглядывайте сейчас уже сами в документацию итога там сложного в батон ничего нету иными все у нас от тога платформы наследуется пишем батом и мы можем единственное что посмотреть в батон виджеты да единственное значит мы видим что то что я говорили кэлбек то есть функция обратного вызова и далее что указать если нам будет интереснее ладно уже черт с ним зайдем давайте посмотрим в исходном коде это будет нам просто больше понятно открываем открываем батон и смотрим да то есть по сути дела обязательные параметры есть тут или нет и мы видим что обязательных параметров никаких нету все нам все понятно но логически надо чего-нибудь там написать и может там посмотреть было там умолчание или нет но в принципе все понятно да сам принцип погнали дальше перемести меня кого там потом посмотрим будет перемещать сами догадаетесь так чтобы нам не выходить далее давайте смотреть вот так теперь мы он пресс это метод вы его я вам даю задание найти в документации он пресс то есть он пресс присвоит значение self и вот наш обратный вызов до оригин вот мы наконец добрались до использования функции обратного вызова до колбека и мы можем сюда уже сразу же добавить стили стили и прицепить прямо здесь btn стили вот эту кнопку которую мы ранее определили все банально просто смотрите как конструктор ничего сложного здесь чтобы было красиво сделаем вот так это уберем нафиг в принципе наша программа она очень читаема все на своих местах давайте запустим и посмотрим что происходит происходит следующее что мы кнопки не видим а что вы забыли а ну-ка в контейнер смотрим контейнер смотрим контейнер а что забыли кто за вас будет сюда добавлять никто значит нам надо чтобы она отображалась понятно в контейнер сообщить что мы добавляем кнопку отобразить его и пишем btn do origin вот она ставим запятую после этого мы можем запустить опять программу и что что-то не то dtm все ясно window app не имеет атрибутов где-то где-то у нас допущена ошибка что-то пошло не так давайте думать что пошло не так мы можем посмотреть но я уже не буду обращаться к window app там понятно что self btn do origin window app нам все очень четко пишет но давайте присмотримся программе во первых мы видим что btn do origin она вот среда сделала нам подсказала тусклым значит чего-то у нас не хватает давайте думать но я думаю что просто мы навряд ли вы сейчас это увидите давайте попробуем да у нас кое-что вообще не хватает я думаю что или нет думаю да на самом деле это просто вы не знаете но давайте подумаем вот вроде все сделали логически давайте думать функция обратного вызова есть вот она дальше кнопка есть сюда мы ее вбили но кое-что мы не сделали все-таки нам же надо пэк это надо залезть было документацию посмотреть как это делать а пэк нам надо стиль здесь вот определить давайте попробуем вот это сначала исправить стили пэк попробуем сначала вот так это вам надо посмотреть директива директейшн мы с вами импортировали колом сначала вот это поправим поставим здесь запятую теперь давайте запускать так давайте теперь внимательно читать нам придется in start app save btm do origin но опять будет какая-нибудь ерунда windows demo app наш класс не имеет атрибута btm do origin дальше наши не внимательно да возможно вы имели ввиду до origin то есть а программа не программа а только нам подсказывает ты чего-то не то написал возможно что-то имел по-другому как бы нам не хотелось но нам придется залезть документацию можем ли мы оттуда что-то подчеркнуть line 49 ну пошли я открыл уже api 49 проверка объекта тут вообще она что-то напутала но оно пишет здесь для удаления оно к нам навряд ли имеет отношение единственное что мы отсюда можем видеть вот видите вот это в данном случае я думаю что недоработка давайте переведем может образ только объективы итогов винтов да но смотрите метод удаления мы сейчас не говорим но а удаление есть но баттон что мы не собираемся удалять в любом случае 49 ошибка нас навела на что из инстанс метод из инстанс это если мы посмотрим да пайтон давайте посмотрим туда ли мы посмотрим документация дальше посмотрим либре референс балтан фанкшн и нам надо буквочка и и мы найдем вот это из инстанс то есть иными словами здесь очень четко прописанное это вот как раз когда мы будем помните я говорил начинать с атрибутов так вот я сказал что атрибут это большая тема то есть иными словами к атрибутам надо что еще добавить конечно же проверку объекта если открыть исходный код джанга открыть другие то везде идет проверка в данном случае вот действительно мы написали код но он неверный давайте разбираться в чем же здесь собака порылась я уже ошибку увидел я ошибку увидел вы ее не видите и прямое обращение к документации нет но к исходному коду нет но документация ответ даст документация на самом деле вы тоже сейчас увидите если мы посмотрим документацию то в принципе вот он ответ есть какой не видите ну конечно не видите ага а что надо видеть а скажите а хрен его знает да а смотрите это переменные обратите внимание в чем же здесь собака порылась собака порылась что мы поставили сельф с одной стороны когда мы добавляем сейчас объясню и эту ошибку очень сложно найти если быть невнимателем да то есть смотрите ну я ее случайно допустил ребят я не готовился к этому вот это у нас переменная мы ставили сельф лейбл лейбл относится к чему к внутренней библиотеке и мы имеем доступ к памяти в то время как бтн до оригин это у нас значится обычная переменная и мы ее сельф не можем вызвать а что я сделал я сельф лейбл это бы вызывали саму кнопку а вот это переменная и сельф здесь ни при чем поэтому единственное что нам надо убрать это сельф правильно оно нам то подсказало ну где искать ну искать в принципе можно да но но здесь явно надо подумать то есть здесь атрибуты эра нет атрибута да то есть наш класс windows демо ап не имеет атрибута btn оригин абсолютно верно хотя все очень просто смотрите все очень просто решается если подумать документация может помочь но надо поразмышлять что мы можем пойти мы можем пойти в виндов в виндов класс чтобы не заморачиваться и посмотреть атрибуты обязательные понятно что здесь не будет атрибута btn то оригин почему потому что это наша переменная правильно а мы же указали как мы же с вами первые два видео рассматривали что будем использовать self за который отмечает там метод и и это и суп да там по моему но все вполне сходится после того как мы поставили self мы сказали что это атрибут но это не атрибут убираем и теперь пробуем запустить после того как мы попробовали наша кнопка да действительно появилась давайте сейчас вы сами додумаете с чего сделай напишем сделай ну чего нибудь там сделай мы приближаемся к нашей о окно переместилась да видите да еще раз еще раз запускаем сделай значит что надо перемести меня написать вот сейчас будет верно перемести меня ну а теперь вы что делаете берете тыркаете тут тут смотрите что от чего зависит сложно найти здесь очень все просто ну наконец-то мы написали основную программу теперь мы добрались до того ради чего мы все это начинали основная наша задача с вами мы были в ап рассматриваем mutable z именно mutable z отвечает за создание нового окна и именно этот класс мы разбираем и на основе его смотрим блоки еще раз напоминаю это не обучение на самом деле только bv как получилось все равно это просто видео для того чтобы показать ребятам к чему тянуться основная задача тянуться к тому чтобы профессиональный код писать но прежде чем писать надо увидеть что такое профессиональный код к чему стремиться то есть код написан такими людьми которые разрабатывают джанго он не вызывает сомнений он профессиональный при этом в некоторых видео показывал что код джанго и этот код перекликается в стиле вот этот стиль прекрасно у расслал какие-то магии взять да и не надо ничего лучшего итак этот класс мы рассматривали для чего для того чтобы добавлять окно но чтобы добавить окно надо было написать программу но я решил кроме этого удлинить видео чтобы вы немножко поняли смысл работы вот этого биве он очень простой тога то есть ну что ж пошли дальше мы подошли конкретно к нашей теме добавление нового окна то есть нам надо добавить новое окно на этом мы ограничимся уже значит ребят решайте сами как вам писать но мне кажется что правильнее просто нарисовать себе но на самом деле порисовать и подумать надо начать с функции обратного вызова давайте попробуем давайте попробуем все таки так потому что это вот логически может это кому-то будет по другому удобно и так пишем дэв давайте думать назовем функцию don't you windows который явно говорит сделать новое окно это тот код который отвечает как раз таки за код который windows z и здесь мы с вами рассматривали что за это отвечают тип данных мы рассматривали так как z это множество да мы как раз с ними познакомимся ну что ж поехали писать и тут мы понимаем что с функциями здесь у нас проблем не должно быть и здесь вот как раз отсыл я веду к кому к диме им когда дим вот здесь я хотел бы тебе напомнить что вот здесь то что я указываю что у тебя страдает да конкретно бьюсь бьюсь но у тебя все получается единственное надо единственное надо немножко 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 поработать ну сейчас я открою вот твое домашнее задание которое я присылал и вот сейчас ты наверное поймешь когда мы пишем да то есть когда у нас есть какие-то вещи пандаса нам допустим надо будет ставить что-то да в виде фрейма отобразить и мы вынуждены написать функцию да и я тебе еще раз говорю что с этим надо работать то есть именно разрабатывать да и вот здесь немножко у тебя тормоз то есть на этом нельзя останавливаться я хочу тебе сказать потому что мы будем сталкиваться с этим когда нам разработать новую функцию обратного вызова мы думаем конечно некоторые пишут по шаблону и так серф и понятно что здесь все по шаблону будет потому что виджет кварц то есть обязательно ведь будет какой-то виджет и любые именованные аргументы да далее ну допустим не менять да стоп 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 ну например мы хотим задать нон значится ресайз винтов без изменения размера окна это у нас переменная да дальше от чего берем начало тога правильно от класса винтов понятно мы работаем с окном винтов далее а теперь давайте посмотрим документацию и мы здесь видим да тога винтов а дальше погнали что вот он пример этот здесь прямо есть а дальше есть параметры параметры и если мы зайдем в класс винтов это там мы уже выдумываем что нам надо давайте зайдем класс винтов и давайте смотреть правильно мы видим какие атрибуты имеет класс винтов позиция например там и так далее бла-бла-бла то есть иными словами мы хотим сделать окно которое открыть в определенном месте и запретить менять соображаете да как я думаю и теперь нам надо просто напросто вбить эти параметры сюда все опять же банально просто сначала мы пишем title не изменять позицию окна далее мы что делаем берем параметр нам быстрее взять это в документации не в документации а в сходном коде вот вам параметры и тут все понятно далее здесь есть описание что есть что да поэтому погнали тут нечего думать позицию позицию и если мы посмотрим да тут все опять же банально просто получается давайте посмотрим здесь я переводил чтобы правильнее было значит позицию вот смотрим что здесь ума много надо вот пример там прочитать подробнее иными словами позицию но пишем 300 300 300 следующее size размер size ну пусть будет тоже это кортеж там выше описание было да 300 300 что дальше дальше ресайз ресайз да это вы сами посмотрите фал ставим запрещаем да и четвертое ведь должно как-то это обрабатываться да он он close и сразу вбиваем сельфи продумываем да что продум нам надо еще написать обработчик close handle сразу можем придумать название вроде бы все здесь если мы так думаем да то пишем туда написать обработчик то есть чтоб не забыть не надо ни о чем думать что надо записывать отлично есть ну что следующее действие вам уже вполне нормально мы можем тупо добавить кнопку уже правильно можем добавить кнопку просто напросто чтоб не забыть поэтому что мы делаем это сами баттенсы то есть можем просто добавить кнопку сразу чтоб не забыть баттен ну немножко по другому делаем чтоб вы начали соображать баттен ну и дальше наш до new windows главное потом ничего не напутать без self тут мы уже научились оно нам подчеркнуло нету его пока понятно у нас нету ни обработчика не значится самой кнопки мы не создали давайте попробуем запустить чтобы убедиться что то не так да name btn done new windows и sun definite не существует но это мы и сами без тебя знаем это прекрасно что ты нам подсказал но мы уже но мы уже знали а теперь от вам по шее как говорится вот тут опять побольше да я не цепляюсь просто знаю что этот парень старается да два исключения а зачем нам через исключения изучать а потому что мы должны предвидеть исключения и было бы глупо что сделать а как делают большинство людей два-три года программирует и он что делает он тупо идет поиск я ж твой раз у меня же тут ошибка домашние не трогайте меня злой у меня ошибка голова у тебя не на месте никто тебе не сказал как заниматься надо а не ошибка тебе надо просто грубо говоря выписать хороших пиздюлей и сказать надо заниматься правильно а не ерундой заниматься что ты будешь всю жизнь бегать по гуглу и искать как делают многие неправильно так делать ребята неправильно если мы собираемся вводить вот так постоянно ой у меня ошибка и будем вводить и искать там а вдруг там что-то у нас попадется да там бла-бла-бла и поехали искать если в свое время при изучении функций человек шел через исключение и получал бы сотни таких ошибок то у него проблем сразу не возникло он бы был готов к этой ситуации а так конечно есть еще такие которые скажут а можно Пайтон не изучать а просто Джанза ну конечно ребят я даже вам рекомендую а нафига не надо ну я думаю что вот как мы делаем документации вы без языка зачем тут язык знать вы что все и так понятно правильно зачем тут язык знать ну давайте глупые вопросы то не задавать да сами же понимаете что знания нужны а может и врачу не надо учиться да зачем врачу учиться он же бы на работу ходил ну какая разница там вместо аппендицита будет нас прокличить ну ерунда то на самом деле не ребят надо серьезно относиться ко всему поэтому опять говорю почему человек не может программировать опять получается неверный подход и вот Диме говорил уже тех видео не зря сейчас напоминаю да вот в тех что если Бовсуновский вот мы же обговаривали идти через включение и это не Дима это многие ребята ах один раз сделали два исключения а потом не надо это же Бовсуновскому надо ребят вы напутали да мне это нахуй не нужно если вы если вам не нужно надеюсь на данном примере то вам наверное дошло что это вам нужно что вполне написано и лезть в гугл за такого исключения ну это же глупо согласитесь глупо в каком случае когда вы знаете а не глупо когда не знаете правильно терять время ребят но это же не программирование меняйте стиль метод метод этот поиска в гугл называя это программирование для первого кода на то что на методику Бовсуновского правильный подход к программированию приходите в школу будем писать итак поняли да не зря объяснил ну я не потруниваю на самом деле просто меня зло берет что зачастую люди не слышат совершенно простые вещи БТН до Нью Виндов поняли слава богу не существует мы это и так знаем ну что ж сейчас нам надо добавить уже сам сам обработчик мы идем туда где у нас функция обратного вызова у нас есть обработчик да то есть у нас вот где до Нью Виндов функция обратного кэлбэк здесь у нас есть по крайней мере метод close handle но уже напишем его не поленимся вот этот обработчик нам и надо написать пишем его у нас переменной пока нету главное теперь не перепутать close handle и пишем цель все все он верно подсказывает далее но виджет нам сейчас не надо нам надо ведь мы с окном работаем поэтому нам надо винтов а вот тут она ничего не подсказала quarks то есть любые позиционные а почему мы quarks пишем и задумывались просто так пишем что ли ну да точно просто так так на хрена язык изучать просто так написали и здорово и пошли дальше видите сам забыл давайте заглянем ребят ну смотрите что здесь непонятного смотрим винтов смотрим атрибуты вы видите хоть все атрибуты имеют умолчание либо нон они все какие именованные то есть не подсказаны именованные они все именованные ну логично что ничего здесь сложного нет если это вы прочитали ааа да 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 вы же послушали наверное что Бовсуновский пусть он там все Бовсуновский пиздит грубо говоря что надо функции параметры а я шумнее я сразу буду писать не дорогой друг который сидит за монитором будет як и тады и будет як всегда медленно хуёво и не сразу а через пот через пальчики и по другому никак не будет в программировании точно поэтому если вы пришли в школу хэ например и сегодня вам там дают типа python типа вы изучаете программирование вы прошли типа вам рассказывали там идете функции и все что-то проходите и вы себе там придумали ну все я шучусь на курсах значит я буду писать значит что там же было написано на сайте у меня работа в кармане ага как бы не так как у вас все просто как у вас все хорошо а где же у вас пословица русская без труда не вы не выловишь и рыбку из труда где эта пословица ай-яй-яй-яй потерялась ай-яй-яй-яй-яй ребят ребята что вы себе придумали примерно так я пойду в университет и стану там главным там ученым так чтоб стать ученым этим главным если пример понимаете надо же потрудиться забыли там же написано на сайте было там же для тупых было написано работа обеспечена то есть я схожу на курсы поплюю там семечки я профессионал ой как хорошо быть программистом возьмут возьмут фирму дадут веник будете войти компанию убирать полы но все так же при программировании будете не не хотите так тогда нехуй хуйней заниматься а головой начинаем думать а не сидеть и мечтать если вы себе придумали что если я буду проходить программирование я обязательно буду программировать дал статью читаем статья 1 читаем дальше статья 2 так статья 2 как я начал писать код видео статья тоже читаем а что вы думаете я был такой же как многие новички когда 3-4 года он 37 видите лайков так добавляю ребят не тупите вы не надо вестись на какие-то здесь же нет обмана поймите обмана нет они пишут правды работа будет для тех кто станет программистом но весь вся проблема заключается в том сейчас я расскажу это первое и на примере функции вот вам еще еще пока ну на примере аякса пойдет пока не поймем этот принцип функции писать не будем ведь мы функции пишем а мы же хотим сразу сразу и все послушали курсы и все мы программисты даже есть там серьезные компании все время говорю щас 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 ты давай загружай сейчас пробьет пиздец пиздец подход разбросайте вещи в комнате а потом стойте щас 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 она соберется щас щас да не ребята собирать вы будете сами в головке своей если вы это еще не до Петрови поэтому если мы на курсах 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 на букву Х да если мы на курсах думаем что если мы тупо прослушали материал и решили что если мы чему-то учимся то будем писать код ребят это абсолютно разные вещи вам же Булсыновский сказал что вы должны сделать забыли напоминаю попиздили изучать функции ну боже мой как просто возражений нет не хотите не делайте мечтайте дальше дима и ребята школа надеюсь вы меня услышали не надо не надо себе придумывать что все будет само собой какая задача преподавателя обратить внимание и сказать ребята есть функция параметры открываем если мы решаем проблемы с функцией то методы решаются автоматически все размышление придет потом однозначно параметры вызов исключения должны блестеть как знаете что только теперь это должно отлетать если вы зашли и одна миллисекунда прошла и вы не считали садись дурак тримай одинку по другому не скажешь ну сколько можно говорить я все раз сказал это должно отлетать ну что непонятного не по русски сказал по русски а если вы решили что оно само сделается Дим опять для тебя если будет одно исключение то то что вот как мы говорили то что писалось это все забудется вот мне понравилось как много Денис делал исключений поэтому потом много он делает исключений молодец такое мы проходили задание огонь вспомнил абсолютно верно ребят да я не издеваюсь это очень серьезные вопросы просто вы теряете очень много времени не бывает ничего так чтобы оно само сделалось погнали close handle ну что ребят давайте добираться до нашей подчеркнула потому что до нашей вот этой вещи self count слава богу добрались там надо было тоже написать итак self close count плюс 1 if если self close count идем и смотрим что это такое равно одному то выводим диалог self mine windows ведь именно это отвечает инфодиалог идите ищите в документацию диалог откуда это взялось но точно адыкова среда подсказывает тут вообще для дураков фронты сус модули что импортировать да все правильно инфодиалог то есть то что есть оно в ой это не то я посмотрел я не то посмотрел инфо должен вы выйти ди лог ну точно найдете просто это тупит это тупит в с хрен вам пока напишем так хрен так пишем дальше вернуть фалс так потом будем разбираться фалс 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 иначе иначе вернуть ветеран true отлично давайте проверять бтн до нью виндов из модифинет ну вот бляха ты видишь давайте смотреть чего оно там нам возникает ай-яй-яй-яй-яй бтн до оригин бтн до нью виндов ну понятно видите вспомнили мышь его не писали все правильно здесь мы описали сам диалог да вот вернее не изменять размер да нон резины виндов но это переменная она видите у нас она оторжает что только присвоенное значение но само само мы ее не используем само переменной поэтому это надо тоже описать а что для этого надо сделать то есть что для этого сделать мы продолжаем писать просто этот метод прямо здесь в в самом методе да то есть описывать эту переменную вот она нон ресайз виндов далее это мы уже делали примерно контент то есть то все что мы делали с бокс да ранее это все здесь будет приемлемо контент далее коробка да тога бокс и далее описываем давайте серф здесь не надо и пишем все как внизу да children далее как ниже писали помните значит это у нас это у нас список дальше мы сюда поместим тога тога лейбл тога лейбл да помести сейчас посмотрим тога лейбл и напишем не изменяется размер окна ну так так сделаем после этого после этого чего-то здесь у нас не хватает а нет все хватает дальше что нам надо сделать дальше указываем сэльф ап мы же добавляли окно помните windows мы же именно этот код рассматриваем сейчас ради него все делаем цель ап и windows и мы как раз этот момент ребята первых двух видео рассматривали до когда мы а просматривали вот этот класс мы первых двух видео как астки и рассматривали вот этот метод и а до про плюс плюс равно иными словами вспоминаете суть цель фаб windows плюс равно то есть значение переходит первому аргументу да а не 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 левому аргументу первому то есть первому но норсайз windows то есть но норсайз windows то есть вот этому будет да здесь будет значение а не здесь поэтому будет отображать от windows в окне будет значение да а не в самом методе вот именно так срабатывает данный момент тот метод который мы смотрели и далее нам надо просто сказать что это надо показать но он рассайз windows и метод шоу который мы смотрели это метод поэтому опять запускаем бтн до нью windows и снова дефинет но это понятно давайте уже успокоим вот эту вещь идем бтн и пишем бтн до нью windows бтн до нью тупишь тупишь правильно нету пока переменной windows по моему так мы указали бтн до нью windows и свое значение тога батон то есть это у нас кнопка тога батон создать окно далее не тупи не тупи при нажатии функцию обратного вызова используем он пресс при использовании метода нажата используем сельф до нью windows до нью windows до нью windows до нью windows до нью да вот он у нас здесь есть функция обратного вызова до нью windows до нью windows ну и стили стиль стили 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 бтн стиль давайте еще раз пробовать сейчас запущилась неправильно создать окно так окно создается пока закрывается да не изменяется размер окна так действительно смотрите видите нету этой не получается видите все правильно вот здесь пожалуйста а здесь не мы же написали специально размер то нью и позиция да меняйте позицию будет создай окно закрыть можно 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 написать чтобы не закрывалась это уже будет больше похоже на хрень но еще не все нам бы надо было все дело проконтролировать а нет не проконтролировать я неправильно выяснил нам можно было еще одно окно написать но уже нету времени хватит уже и так уже устало сейчас сказать которое допустим вообще бы не закрывалось окно давайте еще раз запустим в принципе наши цели достигнуты создать окно а не изменяется размер окна это правда не получится изменить и позиция определенная переместить переместить это перемещается это создается и так вот это окно и этот код ради которого мы все делали в конце концов немножко и в того разобрались windows z при помощи множества создает это окно дальше будем использовать этот код для изучения вот этих классов да вот этого всего класса рассматриваем и так программа у нас должна была получиться и получилась довольно простая если вы все проделали то в принципе логически все я объяснял что-то рассказывал вам и так же смотрим мы везде видим точную нотацию то есть везде видим работу с атрибутами да везде видим что везде видим опять же либо переменные либо в данном случае методы но то же самое функции мы столкнулись с функциями обратного вызова мы столкнулись с параметрами то есть что был сыновский говорит ребята что надо сначала чтобы параметры отлетали и так далее все это я в школе рассказываю и все прочее да надо заниматься поэтому кому интересно приходите в школу приходите в школу spb напоминаю teretut.ru лучше всего рекомендую оплачивать плюс как я если вы слушали я рассказывал там 400 б.н. по-моему сейчас да здесь можно пока есть возможность потом она будет не знаю не будет смотреть купить доступ питон жанга плюс блокчейн да там получается офигенная скидка либо либо просто курсы жанга питон да пока есть скидка там будет не будет не знаю ну и кому интересует жанга все надо сначала изучать итак отвечаем на несколько вопросов в конце слава богу закончили да итак первый вопрос который стоял действительно то что мы изучали в апп да вот это писали чтобы проверить как это работает это действительно так работает как описано теперь нам дальше надо разобраться в нескольких уроках с этим кодом чтобы воспринимать его как блок не забывайте что мы это делаем для того чтобы воспринимать это блоком я специально вам показал на довольно простом уровне я бы все это не проговорил вот так в реальности посмотрел бы быстрее но старался подбирать слова чтоб вы поняли что идет работа и и документации и исходного кода с другой стороны вы заметили это правда с исходным кодом работать намного быстрее просто это не значит что там это надо сначала работать с документацией потом допирать до исходного кода потом конце концов понимаешь ты намного быстрее с исходного кода то есть для чего мы это делали конечно не для того сказать от бусановский тебя было делать нехренц целых там пару часов писал нет ребята я это писал в первую очередь для ребят школы так как это было третье видео к двум предыдущим к двум предыдущим крутой python где мы рассматривали уже этот код и надо было в конце концов этот код реализовать да как каким-то образом ну во первых веет и втога во вторых вы поняли что что есть все таки метод и он прекрасный работа с документацией совмещение с исходным кодом к чему нас стремится ну а мы продолжаем работа с этим кодом windows z mutable z да то есть но уже у нас есть живой пример применения и работы этого кода в виде самого нашего окна которое мы только что запустили то есть именно создание окна это и есть работа класса mutable z а дальше делаем что хотим то есть одно окно создало другое окно и наша основная задача это чтобы ребята в школу увидели что такое высокопрофессиональный код почему этот код профессиональный потому что здесь самым малым количеством кода указана огромная функциональность по сути дела что сделал Russell Kate Maggi он воспользовался то чем мы раньше рассматривали mutable z множествами абсолютно верно какая разница как допустим в самом как тут правильно выразить будут расположены сами множества то есть важна тут последовательность расположения окон внутри да ни хрена не важна поэтому выбрал он множество это вполне понятно потому что все мы прописываем и по сути дела открытие того или иного окна зависит конкретно от обработчика нажатой кнопки именно поэтому исходя из этого что вполне понятно что можно было применять класс этот множество потому что ну какая разница нам последовательность в данном случае здесь не нужно нам надо по сути дела вот оно множество как словарь только без всего вот windows 1 windows 2 windows 3 вот и весь принцип а мы все равно указываем какое окно открыть при помощи какой кнопки поэтому множество здесь прекрасно подходит и вы как раз узнаете узнали что такое множество но все таки это еще не все ну на этом уже все наверное на на этом уроке потому что он очень тяжело разделить на несколько работы вам уже с этим уроком хватает ну в общем то все получится ребят поэтому не придумывать себе а просто я такую вот вещь могу порекомендовать первое первое почему человек не пишет потому что неверный подход раз что значит неверный подход человек просто не знает на что обратить внимание можно изучать материал подряд пока одно изучали второе забыли есть вещи ключевые есть все остальные вещи которые логически можно выставить в любое время следующий момент все языки схожи ну в общем то если вы смотрите мои видео то вы давно поняли что у меня есть что рассказать потому что есть опыт большой 14 лет и много лет я занимаюсь обучением ребят ну что здесь доказывать все и так понятно сомнений сомнений у вас не может быть и не будет почему потому что люди пишут но пишут когда есть правильный подход и у вас все получится я в этом не сомневаюсь спасибо за доверие ну прошу прощения кого обидел где-то я поругался но на самом деле надо было сказать так чтоб вы себе не придумывали на самом деле вот буду там что-то делать и буду писать нет ребята надо определить знание есть знание отделяйте знание от какого-то изучения да без бестолку если была договоренность и вам сказали да может вы не совсем всегда поняли но можно спросить что изучение идет через например как здесь через исключение значит это должно так делаться не потому что там бувсыновскому так надо а потому что ребята единственный правильный способ изучения языка это через исключение именно на них вы опираетесь а не бегаете как большинство с большими глазами по гуглу у меня ошибка домашний не подходите я злой потому что у меня ни хрена не получается ребят все будет все получится спасибо за доверие спасибо 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 спасибо